Девушки отдыхают Не плющат меня в солдаты идти Я не подумал Не подумал Теперь думай, как с первым поездом в войска укатить А то засадят в клетку, как жарапу Есть такое слово «надо» А я тогда присягу принимать не буду Эх, дружок, молод ты Не ты выбираешь присягу, а присяга выбирает тебя Прапорщик, запишите эти простые, но в то же время великие слова Мам! Мама, я не хочу идти в солдаты Я боюсь Но надо звать дядю Витю из Ерденева Он зоотехник, он знает, как в армию не ходить Человеке все должно быть прекрасно Погоны, кокарда, исподняя Иначе это не человеком ликопитающие Жизнь без армии Это все равно, что любовь в резинке Движение есть, прогресса нет Торшневых колец А также всего вашего Зинаида К маме с чемоданами А вы, молодой человек Наденьте брюки И ко мне с зачеткой Потом В армию Годы у вас подходящие Понимаешь, чебурашка, у которого нет друзей Я галоперидолу скушал А меня в армию тянет все больше и больше Что же мне делать, чебурашка, у которого нет друзей Природа не храм И уж тем более не мастерская Природа тир И огонь в нем надо вести На поражение У нас убеждения Какие такие убеждения? Мы верим в Господа нашего Говинду А он нам в людей стрелять не велит Все Вы нам подходите И Говинда ваша ничего Жидковата, но ничего И стричь вас опять же не надо Люди вы, видно, выносливые Четыре часа Харе Кришна врать Это не каждый сдюжит Пойдете в хим войска Нет Военные Это не профессия Это половая ориентация Надо ему указательный палец отнимать Без указательного пальца в солдаты не берут Потому как стрелять нечем Предлагают циркулярку Но если на дому, то и кусачками можно Как же я без указательного пальца дядь Ведь жениться-то буду Чего ты с женой указательным пальцем делать будешь? Ну я точно не знаю Я человек еще молодой Но раз ты такой молодой То тогда тебе надо По-маленькому в штаны ходить Иначе говоря, ссаться По-научному инурез С инурезом тоже не берут Я ссаться не хочу Я брезгую И потом, как же я по-маленькому буду Если меня бабушка в одно и то же время приучила Ровно в 4 утра Бабушка у нас доярка была У нее в 5 дойка начиналась Брала, значит, меня малыша и на очко 4 утра Отличное время Делаю время, потихий час Будешь ссаться на людях Или палец отнимать Будь мужчиной, сынок Как твой пропавший без вести отец Что, солдаты? Сэмси? Так точно Ссусь Ну, это, солдат, не беда Такая сегодня экологическая обстановка Все ссутся Я ссусь И даже главком пысается бывает Но по ситуации Что же нам из-за этого? Последний долг Родине не отдавать? Твой позорный недуг мы в подвиг определим Пошлем в десантники Там-то еще и сраться начнешь А теперь всех на распределительный пункт Чао, Буратино Можете даже писать мне письма до востребования Меня зовут Себастьян Перейро Торговец черным деревом Шутка Потом к нам привели генерала-ветерана В орденах чуть не за взятие ошибки Внучки! Пуля дура! Штык молодец! Не рви, дед, глотку Угости лучше! А как же? Только здесь бабка не достанет Не унесет гвардейца Может не надо? Помните, как в прошлый раз нехорошо получилось... Молчать! У меня ваш маршал По Тенегсбергам сортиры чистил Пока я тараном сменец брал За чекушку Восемь машин положил А на мне не царапины Даешь, Беломор канал! За Родину! За победу! Хлебай, внучки, ханку! Лютый дед Таким дедам надо памятники чугунные на вокзалах ставить А не руки ремнями вязать И никак уж не в отрезвитель сдавать За деда Чудо-богателья Какой хитрый человек Чего спрашивал-то? Я не понял Плохие у вас дела, товарищ призывник У кого они сейчас хорошие? У вас дела не просто плохие А еще хуже Чем раньше? Гораздо Кошмар Кошмар Что будем делать, товарищ контрразведчик? Будем помогать соответствующим органам Выявлять неблагонадежных элементов в армии Я как раз одного такого знаю Побожись Чтоб не пусто было У дежурного офицера газы Поподробнее Какие газы? Баркировка, производные Газы сугубо удушливые Производные Копченая колбаса Сыр волна Лимонад колокольчик Срок годности истек Как из туалета выйдет Полчаса зайти невозможно Глаза режет Понятно Продолжайте вести наблюдения Мы с вами свяжемся Свободны? К вечеру нашли Федина документы у медбрата А чуть позже за нами пришел покупатель Прапор Товарищи призывники Надо понимать всю глубину наших глубин Военные А нам оружие дадут? Триста тридцать пять Триста тридцать пять Трезвые люди Женщины Без бороды Мужики, у вас деньжат нема? Всю дорогу прапор у нас клянчил деньги Я говорю деньжат нема Командиру требу сувенир купить Нема уже Не дам У меня только для еды Генералу требу сувенир купить Цирку для схем Заманал ты меня военный Меня однополчане зовут Владислав Для вас просто Владик Я продал папин микроскоп Папа микробов смотрел? Смотрел Знаю я там по дороге Одно место С офигенными циркулями Пошли Триста тридцать пять Триста тридцать пять Пропади все пропадом Пропади все пропадом Кончилось все это предсказуемым появлением военного патруля. Что? Негодяи! Товарищи военные, я, конечно, не против, если вы этого гидроцефала спеленаете, но... Он меня и моих закадык в армию транспортирует на выполнение почетного героического задания. Если вы его все-таки заберете, мы однозначно поменяем явки и разбежимся по району, как крысы. Решать вам. Армии солдаты нужны. В армии без солдата абсурд и коррупция. Сейчас урегулируем. С присущей всем армейцам смекалкой майор налил два стакана водки. Один он заставил выпить прапора, а другой стакан офицер употребил сам. Прапор выпил и опал, как озимая. Товарищ начальник! Да? А вы помните, что вчера товарища генерала за погону кусили? Не согласен. Что погулять мог, да. Цыгане тем более. Мы должны иметь некоторый гражданский отдых. Но чтобы генерала... Да еще за такое место... Нет! Отставить! У нас с субординацией выслуга лет. За мной! Это вам не это. Понятно. Тому, кто это придумал, надо в голову гвоздь забить. Я его презираю. В итоге портянке повязал только опытные бомбы. А мы рассовали их по карманам. А в армии я потому, что меня жена с тещей хотели в сумасшедший дом отдать. За убеждение. Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть. Понял. Что, солдат, сидишь? НЛО стерегу. Какое, НЛО? Натуральное. Зеленое. Чистый изумруд. Оно здесь часто крутится. Познавательно. Но почему зеленое? НЛО по определению красное. Красное – это с Марса. А зеленое – с Венера. Нет, красное – это не из нашей галактики. А я ведь догадывался. Как-то оно не так на посадку заходит. Не по-нашему. Это уж точно. Они от нас далеки. Куда уж дальше. Бывает одна голова. А бывает, что и две. Эти опасные. Я им не доверяю. Были случаи. Они в мозг лучами проникали. Дай-ка. Авиационный. Без осадка. Ракетный. Товарищ генерал-лейтенант. Я давно хотел спросить. Как с Йети быть? Йети? Надо чаще мыть. Да нет, я про снежного человека. А-а-а. А, ну это... Надо с контр-адмиралом посоветоваться. Он Атлантиду видел.